Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть в 22-ю ферму на NF-марша, третья часть длиннющей серии. В прошлой мы поставили новые гаражи, склад, мастерскую и, в общем-то, давайте продолжать тогда прописывать туда курсы автодрайва и еще интересные покупочки нас сегодня ждут, поэтому всем приятного просмотра! Ну что, друзья, какая-то вот такая вот какофония у меня получилась. Значит, какой план? О, как раз известь вернулась. Здесь проезжают по главной магистрали товарищи. Здесь они, те, кому на парковку, сворачивают налево. Ну и здесь в ангары они заезжают. Точки я еще не назначал. Также сделал для мойки проезд, ну и просто объездной, потому что, ну, должен быть. Плюс, друзья, подвел я линию к складу и к нашей мастерской. Здесь у нас будет парковочное место для нашего спринтера, и там же у него будет место загрузки, соответственно. Будет жить на месте загрузки. Почему нет? Здесь у нас будет разгрузка, точнее, погрузка, ну и разгрузка для фургона. А на левой полосе будет для поддонов с выгрузкой направо. В общем-то, все как обычно. Давайте теперь назначать точки для тех, кому это надо. Во-первых, вот эта точка. На эту точку мы отправим самый первый, тот самый большой угол. Мы отправим вот этого трактора, который маленький водовоз. Парковка, водовоз, мал, пускай будет. Вот. Дальше. У нас есть три зерновоза больших. Давайте назад тоже чуть-чуть сдвинем. Все на одном уровне было, выстроим сейчас. Это у нас, значит, будет парковка зерновоз 1. А вот эту вот точку мы тоже немножко назад назначаем. Парковка зерновоз 2. И давайте вот эту точку тоже чуть назад. Вот эту можно, наверное, чуть вперед. У меня это самое, я долблюсь в глаза, и я не вижу, где ровно, где неровно. Это у нас будет парковка зерновоз 3. Также, друзья, нам нужна парковка для нашей Вольвы. Которая фура как бы, я не знаю, как ее еще обозвать. Парковка фура будет. Ну, потому что, ну, она все возит. Поддоны, тюки и так далее. А далее, в будущем мы обязательно купим еще, во-первых, большую бочку для воды и для жидкостей. Которая у нас тоже с тягачом будет ездить. Поэтому давайте заведомо ей сделаем парковку. Парковка водовоз большой будет. И вот эту вот точку мы сделаем как парковку контейнера. В будущем еще потребуется рефрижератор, но будем думать, куда и как их пихать. Наверное, водовоза маленького тогда. Уберем отсюда. Парковка, контейнер. Во! А далее, автомойку тоже сделаем. Наверное, имеет смысл даже чуть подальше запихать, потому что здесь же может быть и трактор какой-нибудь с передним навесным. Давайте аж прямо вот сюда ее. А здесь у нас будет автомойка. Я, правда, не знаю, буду ли я ей пользоваться. Очень сильно в этом сомневаюсь. Но раз она есть, то почему бы и нет. Так, парковка, автомойка есть. Далее. Делаем вот эту точку как склад. Насколько я понимаю, разгрузка здесь тоже у него будет работать из контейнера. А вот эту точку. Делаем склад выгрузка поддонов. Склад выгрузка поддонов. Во! Это есть. Теперь же нам как-то нужно подобраться к точке, которая вот самая та дальняя. Во! Словил. Это у нас будет парковка ТО, пускай будет техобслуживание. Еще есть подозрение, что... Тут есть еще, кстати, модик такой тоже, чтобы чинить технику, используя техобслуживание. Там специальный пикапчик есть. Но так как у меня технику все чинит Курсплей, я не вижу в этом никакого смысла. Но я сейчас проезжал вот здесь, и мне предлагало начать наполнение. Возможно, можно чинить будет технику бесплатно за техобслуживание здесь. Это не точно, я не проверял. И техобслуживания у меня сейчас нет. Давайте это у нас будет ТО. Выгрузка. ТО-выгрузка. Сюда аж не только топливо будет идти, правильно? Сюда будет идти все. Миллион триста тридцать два на счету. Ну, вроде как все с автодрайвом мы тогда разобрались. А теперь нам нужно это все дело еще распихать по папочкам. Я думаю, что мы сделаем папку база. И парковки мы тогда суем в парковки. Пускай они будут там. Парковка. Только парковка ТО у нас будет в базе. Вот, соответственно, склад в базу. Склад выгрузка поддона в базу. ТО в базу. Элеватор в базу. Парковка ТО. И автомойка тоже в базу тогда. И это у нас все будет база. На базе у нас автомойка. Парковка ТО. Отлично. Вроде как все. Тогда вот этого товарища мы отправляем на его законное парковочное место. Он там как-нибудь доедет. Вольву. Назначаем ей парковочное место. Парковка Фура. Это у нас было. Да, парковок у нас много. Разумеется, не все здесь может работать. Поэтому будем потом просто подправлять. Давайте отправим его на парковку. Вот отсюда. Чтобы он выехал с базы и заехал потом с самого старта. Вот этому товарищу мы назначаем парковку. С базы, которая идет ТО в игру. Нет, парковка ТО. Вот у него самые большие проблемы могут быть с парковкой. Но мы хотим тоже, чтобы он заехал. Поэтому давай, друг, тоже едь. Ну и в общем-то тогда смотрим. А, вот этому товарищу. А ему давайте, во-первых, вот эту точку. Парковка Водовоз. Мы переименуем парковка Зерновоз. Мал. А в будущем поставим сюда маленький прицепчик. А этому же товарищу назначим парковку Водовоз Маленький. И все переназначаем. И, в общем-то, отправляем его на это парковочное место. Я надеюсь, что он его как-нибудь найдет. Но он юркий, он должен заезжать куда угодно. И тогда у него будет парковка без заднего хода. И все будет у него прекрасно. Так, спринтер паркуется. И Вольво паркуется. Я надеюсь, что без косяков. Блин, тут женщины за рулем. Может, косяки, конечно, и будут. Ох уж мой, этот сексизм. Извините меня, друзья. Я не виноват. Так, парковка. Фура припарковалась. И прекрасно она стала. Здесь Водовоз Маленький тоже прекрасно стал. Отлично. Меня прям радует. Парковка ТО Спринтер тоже прекрасно стал. Даже почти ровно. Слушайте, ну почти ровно. Давайте мы... У него задний ход здесь просто такой кривоватенький трохи. Давайте мы немножко это все дело пододвинемо сюда, чтобы он раньше начинал выравниваться. И, может быть, это сработает трохи получше. Давайте отправим его второй раз. И еще, кстати, знаете, что давайте мы ему сделаем? Мы ему поставим, чтобы он включал проблесковые маячки. Я так понимаю, это чисто на этого настройка располагается. Потому что, ну, мы их ставили сюда. Пускай он их включает, когда двигается. Правильно? Правильно. Оп. Они, конечно, не сильно яркие, но прикольно. Пускай будет. А с этим понятно. Литр соломы где-то потеряли. Погнали разбираться с нашими манами. Давайте сначала отправим культиватор культивировать наше 39-е поле. А то что-то я про него совсем забыл. Мы его тоже готовим к зиме. Пускай оно будет полностью обработано. Только я забыл поставить острые углы. А, нет, у меня стоят острые углы. А че это они здесь стоят? А, потому что я уже культивировал. Все правильно. Все, давай, едь, культивируй. Потом вернешься сюда. Так, ну, глянем тогда на спринтера. Станет ли он ровнее? Если не станет, то, как бы, знаете, и бог с ним. Слушайте, вполне нормально. Меня вполне устраивает. Немножко кривоватенько, но пойдет. А, еще, кстати, нам же надо топливо сюда завести. Электрозаряд сюда поступил. Это прекрасно. Не полностью, но поступил. И надо еще топливо. 50 кубов сюда вмещается. Давайте мы сюда отправим пока один прицеп. Потому что с топливом у нас есть явные проблемы. Заодно посмотрим, чтобы у нас работала вот эта вот штука. А, боже, сколько всего мы наделали сегодня. ТО выгрузка. И загружаешься ты у нас на НПЗ. НПЗ выгрузка. Загрузка топлива, да. Вот, все. Давай едь туда. У него, кстати, тоже проблесковые маячки включены. Но это я, по-моему, тоже включал в настройках. Ну, пускай будет. Кстати говоря, мы же отвезли весь подсолнечник. А, значит, появился на сборку кукурузы контракт. Два четвертой поля. Но я его уже делал. Как бы, знаете ли, не совсем честно будет делать их по второму кругу. Да? Или честно? Спашку земли можно будет сделать. Чуть у кого не до хрена висит. Но это ладно. Меня сейчас больше интересует наш НПЗ. Топливо из подсолнечника. Мы сюда подсолнечника 379 кубов привезли. Включаем эту линию. И ее даже в ходе нету. Значит, она будет минимум два месяца работать у нас. Но, скорее всего, и больше. А мы возвращаемся к нашим манам. Во-первых, нашим манам надо назначить новые парковочные места. Это раз. Значит, черный ман у нас появился. Второй. Это будет зерновоз 2. Белый ман. Это у нас зерновоз 3 будет. Парковка зерновоз 3. Назначаем. И красный ман у нас появился самым первым. Кстати, наездил уже 2129 километров. Трудяга. Парковка зерновоз 1. Он у нас будет. Во. Готово. Ну и смотрим, что еще нам осталось перевезти. Нам осталось перевезти кукурузу. Черт. Кукуруза, ячмень, пшеница, овес. На все вот это, кроме кукурузы, по 2 рейса надо сделать. Давайте их всех и отправим тогда. Перевезти на общий склад. Я вот не знаю, кукуруза нам нужна или не нужна. Давайте мы эту кукурузу продадим вместе с этим складом. Я его буду продавать, поэтому продадим просто. Да, смотрите. Вот у этого настройках маячка нет. Значит он без маячка. Итак, отвозить при уровне 10% всем ставим. И после этого они едут просто на парковку, чтобы они забирали все с остатками. Значит, БГА, склад, выгрузка. Нет, загрузка. Загрузка. И выгрузка на базе элеватор. И везешь ты, ну давай, допустим, ячмень. Два раза. Погнал. Загружайся. А ты у нас, друг, тоже едешь два раза. Тоже загружаешься на БГА. Склад загрузка. Выгружаешься точно так же на элеваторе. Элеватор. И везешь два раза туда пшеницу. Погнал. И ты, друг, последний наш товарищ, загружаешься там же, выгружаешься там же и везешь овес. И тоже два раза. Тоже погнал. В общем-то, сейчас они нам все это дело перевезут и припаркуются. Им по два раза всего съездить, поэтому это быстро. Кстати, на этот склад, наверное, тоже имеет смысл повесить табло. Почему бы и нет? Так, а топливный наш чел уже приехал? А где наш топливный чел? Он потерялся. И из табы он тоже выключен. И здесь его нет. А где он? А, дизельное топливо. Он везет. Все нормально. Я его сначала не заметил в инспекторе. Вон он едет. Все прекрасно. А, так вот, я говорил, табло сюда тоже повесить. Наверное, тоже большое, потому что склад у нас большой. И со временем тут много чего может появиться. Я вот думаю, тоже такую здоровенную хреновину сюда повесить. Оно не дает оно сделать прям идеально ровно. Или если привязку отключить... Нет, привязку отключать нельзя. Или здесь вот такой на 26 строк повели, даже поменьше. Давайте повесим сюда маленький. Пускай там они меняются, 12 строк. Вполне он себе здесь симпатично смотрится. Так, дизельное топливо к нам приехало. Сейчас начнется у нас производство техобслуживания. Кстати, надо сразу его, наверное, поставить на склад... А, оно стоит на складировании. Мы его ручками развозить будем. Так, топлива, выгрузка пошла. И наша мастерская исчезла вообще из продакшн-инфо. Худо. Значит, все там хорошо. Так, эти товарищи у нас здесь разгружаются. Тоже все прекрасно. Лепота. И, друзья, в итоге не хватает нам денег на все покупки, которые я сегодня запланировал. Но, ладно. У нас есть еще контракты на тюковку. Ладно, эти я уже типа брать не буду. Я, друзья, хочу поставить еще склад тюков. Из того, что я планировал сегодня поставить. Вот сюда. Поставить силосную башню. И купить 45-е поле. И сегодня я планировал его еще скосить и запустить силосную башню. Но денег нет, друзья. Поэтому, наверное, сначала придется выполнять контракты на тюковку. Или что-нибудь продать. Что мы можем продать? У нас на продажу идет ДВП и ДСП. Но мы вот 90 тысяч за них заработаем сейчас максимум. Поддоны планки я продавать не сильно намерен. За все остальное мы денег не получим. Но дизельное топливо можно продать. Но оно нам надо. У нас оно в дефиците, в принципе. Пшеница, ячмень, овес. Как-то не сильно. Тоже мы много сейчас заработаем за это все. Можно, конечно, еще кредит взять. Или поросят продать, кстати. Что у нас с поросятами? Они у нас в ноябре размножатся. Вообще, самое геморройное, конечно, самое много времени займет. Это уборка поля. Его можно, в принципе, сейчас убрать, скосить. Купить и скосить. И чтобы в ноябре трава начала расти дальше. Но на поле нам денег тоже не хватает. Оно вроде полтора миллиона стоит. А миллион триста... Слушайте, нам копейка в копейку хватает на это поле. Обалдеть. Я его тогда покупаю. Все, теперь это наше поле с травой. И мы будем здесь добывать силос. И не будем больше выполнять контракт на тюковку. Точнее, будем в этом месяце. Но это будет последний раз. Тогда мы, друзья, знаете, что делаем. Что это у нас тут за пробка такая возникла? Ну-ка, свалили все отсюда. Так, друзья, тогда мы этот склад сейчас не сносим. Он у нас будет временным для травы. Тюковать мне надоело. В принципе, мы можем затюковать эту траву сейчас по-быстрому. Но она не влезет вся сюда, в биогаз сейчас. У меня есть подозрение, на самом деле, что она и сюда может не влезть. Потому что я не знаю, сколько там должно быть травы. С другой стороны, вряд ли это поле хорошо ухоженное. То есть, ожидаемо урожай всего 64%. Но мы отсюда около миллиона собирали. Излишков. Так, а мы тебе не поставили, да? 10% Давай, едь. Что там у нас еще осталось? Овес, но там как раз на прицеп, там выставлять ничего не надо. Все, хорошо. Тогда давайте отправлять этого товарища нашего косить. Прямо отсюда выйдем на поле тогда. Блин, по-хорошему, может быть, здесь выезд сделать с поля. Чтобы косилке, точнее, фуражному прицепу, было ближе ездить на базу. Или не будем этого делать. Или сделаем. Давайте сделаем, чтобы у него было больше вариантов развития с... Нет, не будем делать этого. Все, не хочу. Пускай и наматывает круги. Я боюсь представить, сколько по времени он, конечно, будет это все делать. Давай, у тебя будет 4 поворотных полосы. Отставить. Давайте мы сначала возьмем образцы почвы. Это же все равно будет как бы наш урожай. И посмотрим, насколько он хороший, насколько он плохой. Так, а какого лешего наша возилка поехала еще раз за солярой? Я сейчас увидел. Почему он не поехал на парковку? Я же ему одну доставку поставил. Двигается к точке разгрузки. Движется на место парковки. Может он ездил... А, он сам заправляться ездил. У него самого топливо закончилось, когда он на парковку поехал. Ну ладно, привез 2 прицепа, значит привез 2. Этого надолго хватит. Уже есть 143 техобслуживания. Это прекрасно. Единственное, вот сюда придется, наверное, вручную нам загонять. Это самое техобслуживание, да? Давайте проверим, работает ли оно у нас в складах. Точнее в ангарах. Да, есть триггер выгрузки. Выгружается. Все прекрасно. Аллилуйя, отлично. Мне прям нравится. Все будет отлично у нас. Все, друг, едь тогда на парковку ТО. Ты нам пока что не нужен. Потом с ТО будем еще дополнительно играться, когда уже припрет. И сейчас припрет, скорее всего, только вот в навесы наши поставить. Но я думаю, это не проблема. Так, ман припарковался. Отлично он здесь встал. Остальные, я думаю, тоже все у них в порядке будет. А мы, друзья, погнали возьмем по-быстренькому пробы с нашего нового поля. Кстати, на эти самые пробы у нас даже денег-то и нету. Поле здоровенное тут много будет. Но вроде как все. Последний образец почвы я взял. В 24 штуки уложился. Поэтому эту штуку мы складываем. Ага, чтобы отправить, надо сначала ее разложить. Я понял. Отослать образцы почвы на анализ. Бздынь. Отосланы. Поехали эту штуку припаркуем обратно на ее место. Я до сих пор ей не сделал парковочное место, потому что пользуемся моей крайне редко. Образцы, видимо, пришли, потому что у нас минус 1800. Так, а кто-то еще здесь приехал обратно, а? Кто не поехал на парковку? Кто-то, наверное, чиниться ездил, и у него сбросился счетчик. Ладно. Раз уж приехал, тогда засыпай сюда кукурузу оставшуюся. Бздынь. И где она у нас продается? На Райфайзенс. Тут вообще пофиг, куда везти. Перекупщику зерна вези. Разница в цене не сильно большая. У тебя вообще шесть поездок стояло. Почему шесть? Что-то я, видимо, ему не поменял. Забыл, но неважно. Так, элеватор у нас пустой. Блин, поставить бы силостную башню туда сразу, а? Ребят, я очень не люблю так делать. Вы меня знаете. Ну, сейчас просто, ну, никак. Ну, прям очень надо. А сколько она вообще стоит, эта силостная башня-то? Да, 400 тысяч. Ну, простите меня. Я эти деньги отработаю за кадром. Честное слово. 500 тысяч кредита мы берем. А, кстати, мы же за вот эту штуку уж получим какие-то деньги, правильно? Аж 100 тысяч мы за нее получим. Вот это я понимаю, неплохо. И экран мы тоже этот продаем. Дисплей на 20 строк. За 6 тысяч всего продаем. Так, у меня есть подозрение, что после установки тут придется что-нибудь поравнять. Нет, вроде как все ровно, деньги не списываются. Ну и хорошо. Тогда силостная башня. Вопрос, как ее поставить? Наверное, поставим мы ее вот так. А только сперва, друзья, да, конечно же, курсы. Курсы автодрайва стереть, которые здесь были. Ну, видимо, поехали на косилке это делать. Так, стираем все, что у нас вот здесь вот было. Наверное, это проще сделать мышкой. Все. Здесь возвращаем, как было без этого. И здесь мы тогда вот это вот тоже стираем. И бага, склад, загрузка. У нас его больше нету. Все. Теперь здесь чистенько, аккуратненько. Блин, и вот эту вот линию тоже, наверное. Ой-ой-ой-ой. Я, извините, я сейчас на клаве просто катаюсь. Я не умею на клаве. Мне на геймпаде удобнее. Так, что-то я лишнего уже настирал. Отставить. Возвращаем обратно. А, вот это пускай будет. И, друзья, тогда мы переходим в меню строительства. И ставим производство. Во, силостная башня. Давайте ее всунем тогда вот. Тякут. Блин, на косилке курсы писать неудобно. Давайте возьмем нашего любимого писателя для курсов. Он у нас как раз зарядился. Мы же его на зиму поставили. Он нам же типа больше не нужен будет, да? Так, водитель прибыл. Парковка, зерновоз. Красавчик. Так, прицеп этот мы отцепляем. И нам здесь нужно сделать, по сути дела, три линии. На загрузку, на разгрузку и просто в объезд. Да и, в общем-то, погнали рисовать. Во. А вот так вот у нас получилось. Давайте тогда еще вот здесь создадим точку, которая у нас будет как раз на выгрузку. Во. Так, здесь у нас выгрузка, здесь у нас загрузка. Тогда делаем это. БГА Север. Ферментатор. Выгрузка, да? Слишком много. БГА Север. Башня пускай будет. Выгрузка. И, соответственно, БГА Север. Башня загрузка. Во. Ну и все. Тогда мы здесь все это дело удаляем. Точнее, закрываем редактирование курсов. А этого товарища мы отправляем на парковку. Я надеюсь, он найдет себе, как туда добраться. Найдет как-нибудь. А так, по поводу почвы, кстати говоря. У нас же пришли результаты анализов. PH ужасный. Азот ужасный. Здесь тоже все плохо. А, ну потому что мы собрали урожай, PH в норме, а вот азот плохо. А, и урожай здесь, скорее всего, будет так себе. Но мы это поле скосим и посыпем всем, чем надо. Это не проблема. Даже можем замульчировать, если потребуется. Так, косилку мы выставляем работать. Она у нас пойдет косить с начальной точки, а потом припаркуется. А отставить нам надо этот маршрут скопировать. Потому что мы берем тогда наш фуражный прицеп. Это будет крайне долго. Я прекрасно понимаю. Но это сработает. Не требует никакого моего участия. И не надо будет никого не поправлять. Ничего. Ты, в общем-то, на поле 45 у нас грузишься. Да, кстати, обычные вот эти точки мы в биогаз северный запихуеваем. Багай, север, башня, выгрузка. Во. Ну и собирай траву. Хотя, на самом деле, это выставлять вообще не обязательно. Ставим ему работу с курсплеем. И со стартовой точки мы его отправляем. Сейчас у него на одометре 873 километра. Боюсь представить, что будет потом. И сколько ему на самом деле здесь кататься. Итак, новое производство, друзья. Погнали полазим по менюшкам. Во-первых, что у нас там делается. У нас тут... А, нужна силосная добавка, друзья. 25 тысяч литров. Она капец какая дорогая. 1 куб 5000. 10 кубов. 25 кубов. 125 тысяч. Понятно. Итак, мы делаем здесь силос из травы, силос из сечки, силос из люцерна и силос из клевера. Разумеется, у нас пока что будет только трава. Может быть, потом при необходимости можно запустить эти линии будет. Плюс, друзья, есть у нас еще силос из травы плюс. Линия в два раза больше. Правда, больше пропорций, больше силосной добавки использует. И дороже стоит. Я думаю, что она нам на данную секунду не нужна. Если мы запустим вот эту линию, нету здесь ни травы, ни этой самой. А, электрозаряда уже не хватает, да, на распределение. А что у нас еще начал требовать электрозаряд? Силосная башня же не требует. Так вот, в год нам будет требоваться 5 кубов. А, кстати, мы можем один прицеп сейчас завести, и его надолго хватит. Но мне больше интересно, сколько у нас силоса будет производиться и сколько требуется. Ага, к нам этого будет мало для обеспечения. То есть надо запускать две линии. Или сажать сечку, люцерну, клевер, вот это вот все. 32,9 гектара требуется для выращивания. У нас, по-моему, столько есть. Плюс это оно считает один сезон же, правильно? Тополь у нас 27,38. Все нормально. Но мы, правда, запустим, наверное, две линии сразу. Ладно, пока мы не будем запускать две линии сразу. Но нам нужна силосная добавка. Она продается вроде как в магазине у нас. Грузовой контейнер Лизард. От платины, прикольно. А вот она, силосная добавка. Но тут всего 60 литров за 3 тысячи. Да не. Дешевле закупить. Надо посмотреть еще, сколько она в закупке. Силосная добавка. По 9 тысяч она в закупке за куб. А 3 тысячи это за 60 литров. То есть за 9 тысяч в магазине мы купим 180 литров. А здесь целый куб. Дешевле. Блин, 8 тысяч за куб. Охренеть. Давайте, друзья, купим 5 кубов. Да, силосная добавка. Очень дорогое удовольствие. Смотрите, друзья. Я тут еще один модик себе поставил. На вот такой вот случай. Называется Fill Level Limiter. Ограничивает предел загрузки. Поставим 5 тысяч этому танкеру. Потом главное не забыть сбросить. И одну доставку. У него 2 стояло. То есть поэтому он 2 раза топливо ездил. Предел заполнения 5000 литров. То есть больше он не может в этот прицеп загрузить. Едем тогда на закупку ЖД. Вокзал. 45 тысяч мы сейчас потратим. И биогаз северной выгрузка. Не везешь ты силосную добавку. 5000 литров. Погнал. Один прицеп травы у нас перерабатывается 12 часов. Тут будет прям дохренища травы. А если что, у нас сейчас стоит гигантский просто бункер. Элеватор. Лишнюю траву будем свозить туда. Мешать она не будет. Плюс, кстати, посмотрели. Триггер работает. Если будет прям совсем медленно перерабатываться. Включим вторую линию. Не проблема. Раскочегарим эту силосную башню. Если она будет вырабатывать больше силоса, чем нам нужно. Силос это отличный бизнес на продажу, если что. Поэтому тоже можно будет это все делать. Слушайте, а нормально тут в рядочек эти маны стоят, да? Огонь. Мне нравится. 45 тысяч потрачено на другое. Ужас. Азот написано, кстати, нормально. Но требуется 50 килограмм на гектар травы. Траве. То есть она все-таки требует удобрения. Будет больше. Ну как бы на одну пятую меньше, чем должно быть. Интересно, выгружаются ли сюда тюки с травой? Давайте проверим. Тюки так-то намного дороже будут выгружать. Слушайте, у нас же есть один тюк с травой. Или я его стер? Нет. Вот он. У нас есть один тюк с травой. Короче, в один прекрасный день, когда я делал контракт, Вольво подъезжала к тюковщику. И в тот момент, когда этот тюк переваливался из одного бункера в другой. О, он исчез. Можно тюки сюда закидывать. Может быть тюки выгоднее? Быстрее будет? Ну, тюки на самом деле будут действительно быстрее. Но не больше геморроя. А здесь моего участия не требуется. Но если что, тюки сюда тоже залетают. Будем знать. Силостная добавочка наша приехала. Целых 5000 литров. Супердорогого удовольствия. Сейчас, кстати, здесь землю немножко подровняло. Стала она кривой. Все, силостная добавка выгрузилась. Ну и в общем-то все. Башня работает. Миллион двести здесь вылазит. Есть у меня подозрение, что надо, наверное, запустить. Ладно, посмотрим потом, как оно пойдет. В общем-то, на октябрь у нас все понятно, что у нас было. Я еще в октябре, друзья, доубираю, разумеется, вот это вот поле. Но оно будет кататься. Меня трогать оно вообще не будет. Ну и, друзья, контракты на тюковку. Вот эти контракты на сбор урожая я делать не буду по второму разу. Не очень честно. А вот этот контракт на вспашку земли я возьму. Ну и тюковочку, друзья, тогда помучаюсь. Возможно, знаете, дембельский аккорд такой будем считать. Больше я, наверное, их делать не буду. О, по экологии мы очень здорово просели. 5% у нас надбавка из-за этого поля. И да, до весны будет такое себе. Ну ладно. Весной другой покос. Там все будет намного лучше. Ладно. Встретимся тогда утром ноября. И, наверное, подведем итоги. Потому что ноябрь, как правило, довольно скучный. Плюс не знаю еще пока насчет уборки хлопка. Как настроение будет. 78-ое поле. Как и короче, до ноября. Ну и, друзья, третья часть этой длиннющей серии осенней подошла к концу. В следующий раз будем готовиться к зиме, консервировать технику на зиму. Разберемся с нашими производствами. Поэтому, чтобы не пропустить эту серию, подписывайтесь на канал. Если хотите, чтобы она вышла побыстрее, то кучу лайков понаставьте. А если не хотите вообще ее ждать, то посмотреть ее уже можно на бусте. Плюс там еще куча всего интересного есть. Куча серий отсняты наперед. Спонсорам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дело и всем пока-ки.